Вопрос. Каковы сунны поста? Ответ. Хвала Аллаху. Желательных действий во время поста много. Среди них, первое, если кто-либо начнет ругать постящегося человека или драться с ним, то ему желательно ответить на это добром, сказав «я постящийся». Аль-Бухари под номером 1894 и Муслим под номером 1151 приводят хадис от Абу-Хурейры «Да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллилллаху алейхи вассалям, сказал «Пост — это щит, и пусть постящийся не сквернословит и не ведет себя глупо. А если какой-то человек будет драться с постящимся или бронить его, то пусть ответит ему дважды «Поистине я пощусь, клянусь тем, в чьей глани душа моя, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха Всевышнего, чем благоухание мускуса». И Аллах говорит «Он отказывается от своей еды, своего питья и своих желаний ради меня. Этот пост он соблюдает для меня, и я воздам за него. А за доброе дело воздаяние будет десятикратным». Второе. Соблюдающему пост желательно принимать пищу до рассвета. Сухур. Анас ибн Малик «Да будет доволен им Аллах» передал, что посланник Аллаха, саллилллаху алейхи вассалям, сказал «Принимайте пищу перед рассветом, так как в Сухуре благодать». Приводит Аль-Бухари под номером 1923 и Муслим под номером 1095. Третье. Принятие пищи желательно приближать к рассвету, то есть оттягивать Сухур. Передается со слов Анаса, что Заид ибн Сабит, да будет доволен имя обоими Аллах, сказал «Мы вместе с пророком, саллилллаху алейхи вассалям, приняли пищу до рассвета, а после он встал на молитву. Тогда Айя, то есть Анас, спросил, сколько времени прошло между призывом на молитву, Азаном, и Сухуром? Заида ответил, прошло столько, сколько было бы достаточно для прочтения 50 аятов». Приводит Аль-Бухари под номером 1921. Четвертое. Желательно спешить с разговением. Ифтар. Пророк, саллилллаху алейхи вассалям, сказал «Люди не перестанут находиться в благополучии до тех пор, пока будут спешить с разговением». Приводит Аль-Бухари под номером 1957 и Муслим под номером 1098. Пятое. Желательно разговляться свежими финиками. Если нет свежих, то сушеными, а если нет и этого, то водой. В хадисе Атанаса, да будет доволен им Аллах, сказано «Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, до совершения молитвы разговлялся свежими финиками. Если не было свежих, то сушеными, а если не было и сушеных, то несколькими глотками воды». Приводит Абуд Авуд под номером 2356 и Ат-Тирмиди под номером 696. В Аль-Ируа Аль-Албани сказал, что этот хадис хороший. Шестое. При разговении желательно говорить то, что передается в Сунне. Перед разговением необходимо помянуть Аллаха, что является обязательным, так как это приказ пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что же касается хадиса, в котором приводится следующая мольба «О Аллах, ради Тебя я соблюдал пост и разговелся тем, что Ты дал мне из пропитания. О Аллах, прими от меня мой пост, воистину Ты слышащий и знающий». Тон слабый. Об этом сказал Ибн-Уль-Кайям в Зад-Уль-Маад, том 2, страница 51. Также приводится хадис с мольбой «Ушла жажда, и вены увлажнились. И награда гарантирована, если пожелает Аллах». Приводит Абу-Дауд под номером 2357 и Аль-Бай-Ха-Ки, том 4, страница 239. Аль-Албани в Аль-Ируа сказал, что этот хадис хороший. Также есть хадисы, в которых говорится о достоинствах мольбы, дуа, постящегося человека. Среди подобных хадисов передается от Анаса да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Мольбы трех людей не отвергаются. Мольба родителя за своего ребенка, мольба постящегося и мольба путника». Приводит Аль-Бай-Ха-Ки, том 3, страница 345. Аль-Албани в Ас-Сильсиляту-Сахиха под номером 1797 сказал, что хадис достоверен. Второй хадис Абу-Умама передал, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Воистину при каждом разговении Аллах освобождает людей от огня». Приводит Ахмад под номером 21698. Аль-Албани в Сахиху-Таргиб, том 1, страница 491, сказал, что хадис достоверный. Хадис третий Абу-Саид Аль-Худри передал, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Воистину каждый день и каждую ночь месяца Рамадан Аллах освобождает людей от огня. И у каждого раба Аллаха есть молитва, которая принимается». Приводит Аль-Базар, Аль-Албани в Сахиху-Таргиб, том 1, страница 491, сказал, что хадис достоверный. Продолжение следует...